Здравствуйте. У нас сегодня интервью с обществом с ограниченной ответственностью ЭКОГРОЗ. Представляет общество с ограниченной ответственностью генеральный директор ЗОТО Николай Александрович. Здравствуйте. 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 Думайте, пожалуйста, нам о своей фирме, вкратце. Чем вы занимаетесь, какими видами работ. Ну, и, думаю, о своей компании. Наша компания занимается единственным видом работ вывоза мусора. То есть, постановкой контейнеров на строительной площадке, если это строительный объект, и передома на территории. Но не маленькие, а 8, 20 и 27 кубовые контейнера. Как правило, больше всего нашим заказчиком является строительной компанией. А в каком году вы созданы? В каком? То есть, в 2019 году вы работали с одним брендом? Да, до этого у нас была другая организация, потому что лицензирующий орган поменялся. Он меняется, не знаю, каким причинам каждые 4-3 года. До этого был Ростехнадзор. Теперь снова передали функции регулирования нашего вида деятельности Росприроднадзору. Мы в июне получили новую лицензию и заново продолжили. Если не ошибаюсь, вы раньше Лоренцем были? Да. Скажите, пожалуйста, вы непосредственно вывозите контейнеры, правильно, на мусор? И везете их на полигон или куда вообще? По утилизации, на свалку куда? На свалку. Или же сдаете? Как вообще происходит? На свалку. На свалку. Там, то есть, принимают у вас. А сами вы не утилизируете ничего? Только занимаются вывозами? Нет, у нас переборки от мусора нет. Хорошо. А вот мусор, можете разъяснить? Вы занимаетесь как строительным? Потому что многие могут подумать, что мусор это в корзину вывезти. Расскажите, вот именно, бытовой или строительный? Или и тот, и тот? Мы выводим и бытовой, и строительный. Со строительных площадок, соответственно, строительные. Ну, у строительных площадок и бытовой тоже бывает. Ну, сейчас сложно сказать, что бытовой, что строительный. То есть, вы не подразделяете отдельно контейнер для бытового, отдельно для строительного? Ну, когда-нибудь в далеком светлом будущем на строительной площадке будет стоять два контейнера. Один будет вкладываться бумага, в другой доски. Все это будет утилизироваться, либо что-то сдаваться на переработку. Сейчас, к сожалению, на стройплощадках такая практика, что все кидается в один контейнер. Конечно, нет, у нас есть заказчики, которые, допустим, какой-то демонтаж ведут, совсем недавно вели большой демонтаж, очень много металла. Соответственно, металл это большие деньги, сейчас очень дорого стало стоить, за тонны черного металла, порядка 6-7 тысяч, по-моему, было. Так подорожило. Да, и, соответственно, мы занимались не вывозом мусора, как такового, а просто с перевозки с пункта А в пункт Б. И им возвращали, то есть за значительно меньшую сумму, просто перевозили и им передавали эти деньги. То есть такая сумма тоже оказывается? Да, конечно. То есть вы выступаете как перевозчик, да? У вас лицензия на перевозку мусора. Да, да. Сбор и транспортировка. На утилизацию? Да, как таковая, она, как сказать, законодательством закреплена, как сбор и транспортировка. Есть также размещение, но у нас сбор и транспортировка. Ну, я хочу сказать про то, что вы сказали, сейчас вывозите весь мусор как бы в одну точку. Ведь и раньше подразделялся мусор, например, лом железобетона, люминесцентные лампы. То есть это все разделялось, и надо было сдавать это на разные полигоны. То есть вот то, что вы смесь возите, и любой бетонный, например, неналит, железобетонный, тоже принимается разное. Некоторые полигоны вообще не принимают смесь мусора, а чисто вот кирпич, бетонный лом. И тогда вы скажите, вы как вывозите, все в одну точку? И с каким полигоном вы работаете? И на какой полигон? Мусоргинесцентные лампы вообще должны не утилизироваться специальным образом, а в отдельных бачках и другими организациями. Это единственный представитель первого класса опасности, то есть самого серьезного с точки зрения экологии, нарушения загрязнения экологии. Полигоны сейчас большей частью принимают четвертый, пятый класс опасности, очень большой перечень от видов отходов четвертого, пятого класса. В том числе и бытовой мусор, и практически весь мусор, который от строительной площадки образуется, весь подходит под эти рамки. И весь спокойно утилизируется. Мы имеем договора с самыми крупными полигонами на Востоке, так как мы полагаемся сами на Востоке, это Тимохова и Торбеева. Сейчас вывозим туда. В отношении разделения мусора, кстати, я хотел бы в отношении нашего объекта относительно. В одном чуть-чуть. Да, и уточнить, что бытовой мусор и строительный мусор у нас как бы разделение идет. То есть те контейнера, которые восьмикубовые, да, восьмикубовые у нас как бытовой мусор идет, а в 20-ти кубовые, большие контейнеры, идет строительный мусор. То есть контейнер у нас, то, о чем мы говорили постепенно, есть, кстати, в присутствии. С вами мы давно об этом договорились, специально договаривались, специально ставили контейнера, потому что когда в свое время у нас началось такое, что проскальзывают стройка, 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 а потом опа, и в одном контейнере все подряд. А утилизация просто разных денег стоит, потому что строительный мусор принимают где угодно по одной цене, а если там есть примесь бытового мусора, то цены абсолютно разные. Причем понимание рабочих на строительной площадке, это тоже строительный мусор. Окна, деревянные окна, различные конструкции, салфан от упаковки, с одной стороны, это тоже строительный мусор, но он стоит утилизаться с совсем других денег. Ну, то, что мы разделили мусор вот так, 28 кубов строительный, бытовой, вам от этого легче работать с нами? Да, конечно. И это как раз то, о чем вы говорили, чего нет на других стройках? На многих нет. На многих нет. То есть наша стройка, это соблюдает правила разделения. Да, приходится соблюдать на некоторых стройках сумму, то есть мы повышаем сумму, чтобы уже не смотреть стройка, нестройка, бытовуха. У вас тогда вся цена идет под бытовой вузой? Да, вся цена, нет, не бытовой, примерно посередине. То есть мы берем сумму, с учетом того, что в общей сложности получится примерно так же, как и то, и другое, если мы скидывали разные. Ну, и получается, что за счет этого разделения у нас цена, для нас она конкурентоспособна на рынке. У вас, не знаю, из наших заказчиков самая низкая цена. Ну, мы же стараемся, мы же разделяем мусор, как надо. Какой стоит у нас статизизация мусора с получением талонов? С получением талонов стоит, маленькая машина стоит тысяча... Куб, сколько? А, куб, не смогу сказать. В машинами? В машине сколько кубов? В 8 контейнер, 20 кубов. Там идет потоннажу, то есть общепринято для полигонов за тонну 800 рублей. Допустим, машина маленькая, 8-губовая, у нее общий номинал идет 1 из 7. Это стоимость по всем полигонам или разная? Стоимость, они стараются все-таки, несмотря на то, что они, да, у них не очень большая конкуренция, потому что они захотели, сделали так, потому что есть свалки, которые, так скажем, глупили, все, и все, и больше к ним никто не ездит, и им все равно. Ну, вот так старый беет поступил свалка. А у вас только вывозите мусор или у вас есть лицензия на грунт? Грунт вы вывозите? Вывозим. Вывозите тоже. И еще вопрос, у вас производственная, у вас только есть своя машина или вы все в аренду берете? Мы с вами находимся на комбинате на 40-ом. Это автокомбинат? Да, автокомбинат номер 40. Арендуем там площади. Понятно. Площадь, а свои автомобили у вас есть? Техника в аренду. Скажите, вы же не только, правильно, я так поняла, не только с нашим объектом работаете, а с какими еще объектами Москвы? У нас достаточно много объектов заказченных. Допустим, в свое время у нас был ГПСМУ, Донстрой, Измайловские вышки мы строили. Потом Монарх, работаем на Рокоссовского. Монстромстрой работаем. С Донстроительным комбинатом вторым в свое время работали. Концерн Кросс, практически все объекты. То есть, предположим, Мирекс дает нам только Москву-Сити, имеющего объекта. А Монарх, тоже самое, у них такая же политика, один объект, один поставщик. Кросс доверил нам все свои объекты, вывоз мусора со всех своих объектов. И бытовые строительные. Да, бытовые строительные. Но со всеми, ну не со всеми, с многими крупными строительными компаниями в Москве мы либо работаем сейчас, в основном работаем, потому что наши цены все-таки достаточно конкурентоспособны. То есть, держите цены? Да, держим. И я говорю, что на протяжении последних четырех лет цены не выросли, а более того, снизились. Понятно. Скажите, а у вас есть отдельно какой-нибудь департамент логистики, или же может это у вас по-другому называется, который вот непосредственно отслеживает цены? Мониторит цены. У нас девушки-менеджеры, они занимаются обзвоном, как это сказать, тайным покупателя. И следят за ценами в интернете, ну и люди звонят сами, говорят цены. А рекламу вы свою где-то размещаете? Да, конечно. У нас два сайта, реклама в Яндексе, печатные у зданий. Сейчас печатные уже не свои, как говорили. Ну, у меня вот такой вот вопрос. Это эта фирма у вас только как бы год существует. А до этого вы работали с нами, но фирма называлась другой, в другое название. Вы объяснили по каким причинам. А с какого года вы вообще работаете с нашим проектом? С вашим, с конца 2007 года. То есть 2004 год, и у нас сейчас 7-й. Это у нас получается сколько? Четыре года. Пять лет. Почти пять лет, да? Почти пять лет. Ну, и еще вы сказали в своем интервью, что цены для нашего проекта у вас намного ниже по сравнению с другими объектами. Правильно я понимаю? Ну, тогда расскажите, пожалуйста, а что значит для вас наш проект? Это какая-то вот значимость большая, дополнительная? Или это вот для вас приятно, что вы вкладываете свою лекту в строительство такого здания уникального? Вот чем это обусловлено? Ну, то, что разделение мусора, это понятно, это повлияло на цену, которая ниже. А кроме этого, что еще? Ну, прежде всего, вы сказали уже, что естественно, приятно к такому грандиозному проекту, единственному в Москве. Участвовать. Участвовать. И быть каким-то хоть маленьким образом причастным. Ну и, соответственно, экономическая выгода, все равно, какая бы цена маленькая ни была, от объемов больших, получается достаточно неплотно. Ну, то есть вы по корову марксу, товар, деньги, товар. То есть, чем больше обороты, тем все равно у вас получается все нормально. Да, конечно. А обороты здесь у нас, конечно, большие. С маленькими организациями, естественно, не можно дать низкие цены. Это экономически не выгодно. А с большими организациями можно понижать. Ну, у кого-то есть еще вопросы? Тогда мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого хорошего. Желаем вам продолжать работать на нашем объекте, вкладывать свою лепту в строительство этого грандиозного здания. Спасибо, вас тоже. Спасибо, Иван. Спасибо большое. И в личной жизни вам тоже успехов. Спасибо. Спасибо за субтитры. До свидания. До свидания.